Королевой спорта человек занимается ровно столько, сколько существует на планете Земля прямоходящее двуногое существо в самом деле. Стримглав бросился в лес от хищника, перепрыгивая через корни. Это, конечно же, бег с барьерами. Швырнул камень со скалы. Что вы думаете? Это толкание с ядра. То есть популярность этого вида спорта была обеспечена априори. Далее тему продолжит Нервьяна Кириллина. Димир Зюйсков уже второй год живет в намском Улусе и тренирует детей по легкой атлетике. Он является мастером спорта международного класса по направлению прыжки в длину. Его рекорд на данное время составляет 8 метров 31 сантиметр. За весь период спортивной карьеры он пережил травмы и поражения, но любовь к спорту это не разрушило. Мои тренировки проходят не так уже интенсивно, как раньше. В основном я занимаюсь разминками. Иногда делаю технические тренировки. Для чего это делается? Опять же, чтобы не терять навык, чтобы на своем примере я детям на тренировке мог показать мастер-класс. Пытаюсь немножечко прыгать, немножечко штанги. Опять же, следить за техникой, потому что я должен быть эталоном для детей. И если я показываю какое-то движение, то оно должно быть идеальным, чтобы они восприняли его так, как оно должно быть. И попытались повторить это. Выбрал я именно прыжки в длину, скажем так. У меня немножечко в детстве были проблемы со здоровьем. У меня по диагнозу врожденный порог сердца. Длинные дистанции я бегать не мог. Родился он в спортивной семье, поэтому спортом начал заниматься с раннего возраста. Мать Нина Анатольевна Зискова, олимпийская чемпионка по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта. Отец Виктор Владимирович, ее тренер. Сначала начинал для себя, просто так, как родители оба тренеры. Я приходил в Манеж, занимался чем хотел, как хотел. Потом, когда уже мои друзья, одноклассники начали заниматься тоже спортом, я уже с ними более серьезно начал заниматься. Ну и так постепенно, постепенно, в общем, так я и достиг больших результатов в большом спорте. Владимир считает, что спорт – это не просто игра или увлечение. Чтобы стать олимпийским чемпионом, нужно родиться очень одаренным и уникальным. Спорт требует постоянной подготовки и постоянного контроля над собой. Именно под таким девизом он готовит будущих чемпионов. Нергуяна Кириллина, Юрий Христофоров, Новый день, Намский УЛУС. Субтитры создавал DimaTorzok